Пока твоя команда остается единой, ты сможешь добиться успеха. Ну и, наверное, девиз нашего детства – один за всех и все за одного. Нам всем с вами повезло. Мы находимся, можно сказать, сразу попали в такую крепкую, успешную среду проекта, проекта-партнер. А вот новых партнеров нужно таким образом ввести в проект, ввести в свою команду, можно сказать, с минимальным сроком адаптации, чтобы он сразу влился в наш проект, в нашу команду. Что же такое команда? Сейчас мы все-таки немного побеседуем. Несмотря на то, что нас немного, но, как говорится, мы в тельняшках, что, на ваш взгляд, одним словом, такая команда, существительным, как бы вы могли охарактеризовать? Пожалуйста, кто меня слышит, видит, напишите какое-нибудь одно существительное. Что, на ваш взгляд, команда? Это может быть там партнерство. Поддержка. Правильно. Ждем, ждем. Пока вижу, кто-то пишет, это можно назвать и сплоченность, и дружба, конечно, и сила, и взаимопомощь, и многие-многие другие существительные. И это все команда, и вот эти все описания должны присутствовать в нашей команде. Очень долгое время, сейчас мы, можно сказать, окунемся немного в историю, проводил исследования доктор Мередит Белбин, именно исследования работы в команде, и выделил 9 ролей, при наличии которых в каждой команде, эту команду ждет успех. И вот мы немного, можно сказать, послушаем теории, и было бы хорошо, если бы вы сами определили, какую роль вы играете в своей команде и в самом проекте партнер. Итак, значит, командные роли, как я уже сказала, их 9. Это мыслитель, исполнитель, доводчик, оценщик, коллективист, специалист, исследователь ресурсов, координатор и формирователь. Конечно, некоторые говорят о себе что-то, роли некоторые нет, и мы их изучим более подробно. Вы их все видите на слайде, поэтому можете уже определять, кто же вы. Если не стесняетесь, можете сразу написать, какую роль вы себе определили. Мыслитель – это обладатель богатым воображением, новатор, характеризуется повышенной креативностью. Исполнитель притворяет идеи в практические действия, вносит упорядоченность в деятельность команды. Доводчик следит за тем, чтобы все задания выполнялись полностью и своевременно. Оценщик использует беспристрастный критический анализ ситуаций. Координатор четко формирует цели, социальный лидер. Исследователь ресурсов владеет искусством переговоров в эффективных коммуникациях. Формирователь – ориентация на решение поставленной задачи, побуждение коллег работать эффективнее и интенсивнее. Коллективист – гармонизует отношения в команде и устаняет различные разногласия. Ну и специалист – обладает редко встречающимися навыками и умениями. Подскажите, кого вы в себе определили? И здесь в чем суть, как я уже сказала, что вот эти все роли, а если, так как у нас команда растет, команда большая, очень хорошо, если вот эти роли даже будут занимать несколько человек. Это неплохо, это, можно сказать, даже и лучше. И вот вы, получается, можете посмотреть, кто вы, какую роль занимает каждый ваш партнер. А если у вас какой-то из ролей нет, вы просто можете даже сделать вывод, почему у вас где-то что-то хромает, можно сказать, в команде, во взаимоотношениях и в самом успехе. Вот, круто, Екатерина себя уже определила. И, конечно, мы сейчас будем рассматривать модель эффективной проектной работы. То есть, что приведет именно к успеху тоже работы в команде. И сейчас мы уже смотрим именно, конечно, наш бизнес. Первое, вот я и написала специально первым, потому что вот именно вы, так как вы у нас кто-то уже сильный лидер, кто-то просто учится, но вы должны понимать, что первое место у вас должны бы занимать именно планерки, даже если у вас два человека. Да, если один человек, тогда можно, как говорится, пообщаться где-то голосовыми или созвон. А вот уже два человека, чтобы, как говорится, не говорить все отдельно каждому, мы проводим планерку. Пусть это будет три слайда, пусть это будет четыре слайда, пусть это будет 10-15 минут, ничего страшного. Главное, у вас это все должно быть в системе. Планерками у нас вот недавно Юля проводила вебинар про планерки. Мы знаем, что, во-первых, это нужно для нас. Мы сами так развиваемся. Развивается наша разговорная речь, мышление. Мы готовимся, мы все-таки что-то где-то изучаем. Мы повышаем авторитет в своей команде. Ну и плюс, если это открытая планерка, у нас может развиваться и YouTube-канал, и повышается сам наш уровень и уровень нашей команды. Дальше, умение слушать. Это касается и нашей команды, и нас. То есть очень часто бывает, и это не является плохо, когда приходят вам партнеры, которые, может быть, даже в чем-то, можно сказать, умнее вас. Это, еще раз повторюсь, не является плохим качеством. Наоборот, так как вы хотите тоже, как говорится, быть на плаву, вы тоже будете стремиться что-то где-то улучшить, и это огромный плюс самой вашей команде. Дальше, умение слушать, как я уже сказала. И вы должны уметь слушать, принимать какие-то там мнения вашей команды, и ваши партнеры должны уметь слушать вас. Ну и, конечно, вы должны уметь слушать вашего наставника. Потому что, еще раз повторюсь, никто больше не заинтересован в вашем росте, чем ваш наставник. Точно так, как вы заинтересованы в росте вашей команды. Потому что у нас командный бизнес, и компания платит за создание товарооборота вашей команды. Поэтому умение слушать здесь на втором месте. Дальше, индивидуальность коллектива. Очень часто получается, даже у нас в проекте, вы посмотрите, что каждый человек в чем-то интересная личность сам по себе. И точно таких в основном получается, он собирает людей вокруг себя. Главное, определить, в чем, можно сказать, фишка вашей команды, в чем вы профи, и вот это пропагандировать. Поэтому индивидуальность коллектива должна быть выбрана обязательно. Норма поведения. Знаете, здесь, что я могу сказать, и что мне очень нравится, что наш проект на самом деле строится только на позитиве. Я думаю, вы заметили, что нет негатива в чатах, нет негатива каких-то блоков, каких-то споров между лидерами. И это все пример, можно сказать, руководителя проекта, ваших вышестоящих наставников, директоров и так далее и тому подобное. Одним словом, негативщики у нас не приживаются. Это 100%. Непрерывное обучение. Ну, здесь даже можно, как говорится, не раскуляться, потому что вы сами видите, что у нас в проекте постоянно какие-то марафоны, какие-то обучения, какие-то нововведения, можно сказать. Поэтому здесь все соблюдается. Ну, про управление конфликтами это само собой, но еще раз повторюсь, у нас их как таковых нет, и, я думаю, не будет. Принятие решений. Да, здесь нужно быть и целеустремленным человеком, и руководителю проекта, и руководителю команды, и самим людям в целом. То есть, если что-то где-то решили, значит, ну, должно пробовать, нужно внедрять. А уже потом со временем смотреть, работает или не работает. Я, например, всегда привожу в пример даже вот нашу компанию, компанию Фаберлиф. Ну, я просто не... Наверное, здесь девчонки были. Поставьте, пожалуйста, единички, кто у нас застал такую систему лояльности, как мегабонус. Так, Екатерина, новичок, значит, ей будет полезно это послушать. Так, ну, остальные, вроде бы, смотрю, два человека точно должны были застать. Значит, вот у нас, вот точно не помню, наверное, полгода мы уходили от дифференцированной скидки 20-26% в мегабонус кэшбэк. Так, значит, в России это был кэшбэк, назывался у нас мегабонус. И это было, можно сказать, тестовый такой режим. И что мне понравилось в компании, например, лично мне, ну, тоже вот такая система лояльности была хорошая. Просто сначала непривычно, что деньги тебе возвращаются с твоего заказа в следующем заказе. Но в итоге получалось, что за этот заказ ты, допустим, много заплатил. А так как у тебя этот заказ был большой, значит, тебе много вернулось. Ну, вот 26%, допустим. Значит, в следующем заказе ты меньше заплатишь, потому что тебе больше денег вернулось и так далее. Двоякие были, вот, и мнения и так далее, и тому подобное. Но в чем суть? Что? Компания решила что-то где-то новое попробовать? Попробовала, посмотрела, как зашло. Где-то нормально зашло, где-то нет. Соотнесла за и против. Соотнесла где-то, может, потери в обороте и активность лидеров и так далее и тому подобное. И, как говорится, как ввела на тестовом решении, так от этого мы и ушли. Я просто к чему? Что это просто шикарнейшее, вот такое высокое качество признавать свои какие-то неурядицы, ошибки, какие-то, может, неправильные решения, неправильные мнения и от этого уходить. А вот вы вспомните, допустим, найм, свою работу или, допустим, тоже общение в коллективе и так далее. Очень мало кто признает свою ошибку, признает какие-то свои неправильные действия, неправильное мнение и прислушается к другим. Поэтому я всегда своим девчонкам в команде говорю, смотрите, какая у нас сама по себе компания. она нас всегда слышит только что-то, где-то вот лидеры, более опытные люди, которые где-то что-то изучают, внесут какую-то идею, какую-то фишку. Компания поразмыслит, поразмыслит, и обязательно это где-то что-то применяет. Поэтому еще раз повторюсь, мы с вами находимся в мега крутой и компании, и проекте, где все друг друга слышат. Ну и анализ проблем. Вот я, в принципе, эту проблему уже, эту модель подняла, когда, вот, допустим, компания вводила в мега бонус кэшбэк. Правила работы в любой команде, вне зависимости какой это, или бизнес, или найм, или линейный бизнес, неважно, что нужно работать всем вместе, чтобы достичь общей цели. Давайте, как говорится, не будем скрывать, мы все с вами пришли за одной общей целью. Изменить свою жизнь, что ни говори, но чтобы осуществить какие-то свои задумки, планы, нужны деньги. Мы все с вами сюда пришли за деньгами. Поэтому общая цель у нас есть. Правильно, кто-то вот эти деньги будет, может быть, тратить по-разному, но все мы сюда пришли за изменением жизни, за более комфортной жизнью для себя и своей семьи. Дальше. Работаем в командах, которые между собой ничем не отличаются. На самом деле, мы все с вами, можно сказать, ну, не совсем с одного теста, мы отличаемся с вами. Картинкой, можно сказать, но больше мы с вами ничем не отличаемся. Две руки, две ноги, одна голова, примерно одинакового возраста, плюс-минус бывает. Но в основном, кстати, какой лидер, такие же и партнеры приходят. То есть не бывает сильно каких-то больших возрастных ограничений. Мы стараемся, чтобы все члены команды достигли успеха. Вот это, я могу сказать с уверенностью, что есть только в сетевом бизнесе. Больше нигде такого нет. Ни в найме, ни в линейном бизнесе. Нет такого, чтобы, допустим, вы перепрыгнули директора или начальник. Такого никогда, нигде не бывает. У нас же это, ну, конечно, не сказать, что легко, конечно, нужно потрудиться, но в нашем бизнесе на самом деле можно перепрыгнуть и даже не просто своего наставника, но и вышестоящего наставника. И у нас на самом деле есть шикарнейший пример. Это наш создатель проекта, наша Оксана. Она во многом перепрыгнула своего наставника и первая закрыла бриллианта своего, чем ее вышестоящий наставник. И заработок у нее намного-намного выше. Но, конечно, здесь все зависит от того, кто как работает. Кто работает, тот и зарабатывает, а кто ленится, тот и, я думаю, вы понимаете. Мы здесь для того, чтобы взаимно помогать друг другу. И так как этот вебинар для чата ОРД, вы на самом деле видите, что нет такого, чтобы вам никто ничего, допустим, там не подсказал, не сказал, не ответил. У нас на самом деле дружественная, сплоченная команда вне зависимости от того, что мы с вами с разных веток, но мы помогаем друг другу. И это на самом деле важно. Чтобы чему-то научиться, мы должны сотрудничать. Это тоже у нас есть. Ну, и если возникает вопрос, будем разбираться. Вопрос-ответ у нас есть, конечно, и Оксана постоянно на планерках проводит такую, можно сказать, рубрику вопрос-ответ. Также на все вопросы отвечают в чатах, поэтому в команде это должно всегда соблюдаться. И вот это все я подвела к отличию, можно сказать, линейного и сетевого бизнеса. Как я уже сказала, выше директора, выше начальника вы никогда не произведите в линейном бизнесе. То есть тот, кто создал этот бизнес, он будет иметь самый огромный куш. А в сетевом бизнесе, можно сказать, когда только приходят, все равны, а дальше уже все-все-все зависит только от тебя. Составляющие команды. Команда, как я уже говорила, это круг людей, имеющий общую цель. Поэтому, девчонки, на планерках, чем чаще вы будете напоминать о своей цели, вспоминать о цели ваших партнеров, мы все, когда вот кто-то приходит, туда приходит в школу, мы что всегда первое спрашиваем, какова твоя цель прихода, чего ты хочешь достичь, чего ты хочешь добиться. Но так как, как говорится, все в голове не уносишь, поэтому обязательно, обязательно введите такую вот рубрику записей, целей своих партнеров, даже где-то напоминать о них. Они где-то могут и забывать, но вы показываете, что я то помню, для чего ты сюда пришла, поэтому и ты вспомни. Стиль команды – это доверие и сотрудничество. Вот на самом деле, на доверии вот ничего не построить, особенно, что касается твоего наставника. Так как наставник, что ни говори, он раньше пришел в бизнес, значит, у него есть какой-то опыт, твой опыт, дальше он перенял опыт свой у своего наставника, и поэтому, если наставник говорит, это делать не нужно, или же этот метод устарел, или же это не работает, значит, не нужно. Конечно, без ошибок не обойдется, но зачем наступать на одни и те же грабли, на которые уже до тебя наступило 100-500 человек. Свои ошибки будут, но те ошибки, которые можно предотвратить, нужно предотвращать. И главные принципы командового взаимодействия – людям можно доверять, люди могут помогать. Знаете, вот иногда становится просто страшно, что, особенно, когда я уже очень давно в этой позитивной среде, у меня совершенно другое мировоззрение, совершенно другое отношение, и на самом деле становится просто страшно, что люди разучились радоваться, люди разучились помогать друг другу, люди разучились дарить подарки, принимать подарки, разучились быть искренними. И на самом деле просто страшно становится за вот даже общество, в котором ты находишься. почему я вот уже сколько раз говорила с твоим партнером и на своих каких-то обучениях, планерка говорила, что у меня не раз менялся круг общения. Просто ты видишь, что не можешь общаться с этими людьми, потому что ты совершенно другой. И еще раз повторюсь, какой ты человек, точно такие же люди к тебе и придут. поэтому лучше всего, когда у тебя плохое настроение, когда у тебя что-то где-то случилось или там поссорились в семье, что-то где-то, лучше в этот день не рекрутировать, особенно на бизнес, потому что точно такого же человека можно притянуть в этот день, а еще лучше ничего не получится и твое настроение упадет еще вообще на ноль, можно сказать. Ну, по-другому один за всех и все за одного, это я уже говорила, и вместе мы сила, без команды мы ничего. Даже если у вас просто потребительская структура, девочки, одному человеку сопровождать всех потребителей, это очень и очень тяжело. даже если у нас есть система сопровождения, даже если у нас есть все готовое, даже если у нас сейчас, допустим, есть рассылка и так далее и тому подобное. Один это один. Поэтому обязательно нужно искать партнеров, обязательно, обязательно нужно ввести дружественную, дружескую атмосферу в команде и все, 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 что сами знаете, всему нужно обучать своих людей. Ну, а это, как я уже сказала, только на планерках и участие и самим марафонах, и ваших людях марафонах. Итак, теории, мы, можно сказать, прошли. Некоторые здесь уже определили, какова ваша роль в проекте, в команде, в проекте. Если вдруг так получается, что вас нет в проекте, вас нет роли в команде, значит, или сами определяйтесь с этой ролью, сейчас помним вашу роль, вот, кто вы, или же просто попросите своего наставника, своего директора или Оксану, дай мне вот, чтобы была какая-то моя роль в команде, моя роль в проекте. Это должно быть просто отсиживаться, ни в коем случае в нашем бизнесе нельзя. Дальше еще раз повторюсь, так как для успеха должно быть 9 ролей в любой команде, если какая-то роль отсутствует, значит, уже на вот этот уровень ваша команда будет хромать. Кого не хватает в команде, значит, записываем себе цель, что нужно найти лидера на вот эту роль. Если же у вас лидеров предостаточно, значит, проводим планерочку. Девочки, у нас вот эта вот ниша пустует, поэтому кто готов занять вот эту нишу. Ну и как всегда не могу ни рассказать, ни показать про свою работу в команде. Конечно, расскажу про свои ошибки, без этого никак. Поэтому если меня слышно, поставьте, пожалуйста, троечки и будем продолжать. спасибо. Екатерина у нас, Екатерина сегодня активно, спасибо. Значит, кто не в курсе, мое рождение и почему я написала первый день рождения, первый день рождения, 18.06.2011 я зарегистрировалась компанией Фаберлик. Да, совсем скоро, на следующей неделе у меня 10 лет, как я уже в компании Фаберлик и сейчас расскажу, почему говорю, что это первый день рождения, потому что вам всем повезло. Я просто вижу, кто есть и кто будет смотреть записи, почему вам всем повезло, потому что вы попали сразу в успешную среду, как я уже сказала в самом начале, в проект партнер. Когда я зарегистрировалась, нас, лидеров, было совсем немного, совсем чуть-чуть, плюс на тот момент я и знать не знала, что я, оказывается, лидер. До этого вы знаете, что я была в сетевой компании, где была просто продавашкой. в принципе вот эта нотка у меня есть до сих пор и тот опыт, который я получила в предыдущей компании, можно сказать, его же я принесла и сюда. То есть чем я была занята? Ну, конечно, не то, чтобы продажами, потому что здесь я во многом слышала своего наставника, наставник у меня Оксана, до сих пор помню ее выражение, что лучше зарегистрировать человека, чем заработать на нем, ну, тогда у нас были тысячи, двадцать тысяч, и здесь я согласна, поэтому я всех регистрировала, и в итоге было у меня то, что я сказала в предыдущем слайде, что у меня была просто потребительская структура, просто потребители, просто покупатели, тогда у нас, ну, и компания была молодая, когда я зарегистрировалась, компанией было 15 лет, она тоже где-то чего-то училась, и получается не было ни проекта у нас еще тогда не было, у нас не было тогда ни про чат, я вообще молчу, никаких мессенджеров не было, и намного сложнее и условия для новичка были, и не было никаких акций ни для наставников, ни на повторных, одним словом, не было ничего, был только каталог и скидка для всех 26%, все, и новичку нужно было, чтобы шагать по стартовой 50 баллов, вы сами знаете, что такое 50 баллов для новичка, но в принципе у меня совершенно была другая цель, вы сами знаете, вот может быть, я, конечно, никого не виню, но так получилось, что вот я училась, класс был недружный, то есть понятия команды у нас не было, училась в колледже вообще недружный, недружная группа, от слова совсем, у нас даже на последнем курсе наш классный руководитель на последнем курсе ходила к директору от нас отказываться, потому что у нас были одни девки, сами понимаете, каждая на своем уме одним словом я вот потом когда соотносила думаю бедная Галина Сергеевна значит в универе тем более заочная то же самое вот у меня получилось три коллектива на работе первые два еще куда не шло ну сами понимаете люди это люди глаза ля-ля хорошенькие за глаза совершенно другое гимназия это вообще третий этап там сразу было видно что все друг другу готовы как говорится глотки перегрызть поэтому понятие команды и вообще работы сплоченной команде не было совсем и вот здесь я могу сказать точно что учились только на своих ошибок во-первых как я уже сказала какая ты таких же людей ты себе и притягиваешь значит ты пришла сюда за деньгами за деньгами за деньгами кроме денег не видишь и вот точно такие мелочные люди приходили к тебе точно такие и получается хотя у нас город и маленький но я сама по себе общительный человек и вот таким вот образом все мои потребители это во-первых сам теплый круг мои родственники и так далее сразу ко мне конечно не пошли но так как я работала можно сказать на трех работах и сменила три коллектива знакомых много и вот таким вот образом знакомые знакомых и так далее и тому подобное в итоге вот таким вот образом пошли регистрации плюс первый офис конечно тоже дал результата просто я всех регистрировала правда это была перепись населения но все были зарегистрированы в принципе сейчас у меня тоже все зарегистрированы и как я написала развитие структуры в городе прошло очень даже хорошо но есть одно но если кто-то столкнулся с этой проблемой сейчас скажу можете поставить пятерочки если нет просто будьте готовы люди в принципе я уже сказала все одинаковые те люди которые тебя ну вот теплый круг твои знакомые те которые тебя знали до этого они по-любому тебя знали до этого они имеют о тебе представление вот такое какое оно о тебе есть поэтому когда они к тебе и придут в команду даже если придут не как потребители а на бизнес а такое тоже будет потому что когда у вас будет результат когда у вас будут уже деньги, а люди будут что видеть, что она зарабатывает, у нее поменялось там и одежда, и машина, и стиль жизни и так далее, они по-любому будут к вам проситься, но в чем суть, что они не понимают, что чтобы вот этого достичь, нужно поменяться в первую очередь здесь, а они же вас знают такой, какая вы были тогда, поэтому вот здесь есть один, можно сказать, огромный минус, что те партнеры, которые пришли в твоего теплого круга, вот, наверное, завоевать их уважение, это надо очень и очень постараться, потому что, еще раз повторюсь, они тебя знают совершенно другой, и они не могут поверить, что ты-то поменялась, ты сейчас думаешь по-другому, ты сейчас мыслишь по-другому, а они остались там же, и слышать они вас начнут только тогда, когда вы дальше будете продолжать расти, дальше будете и мысленно, можно сказать, и по мышлению расти, и по финансовой лестнице вы будете расти, а они останутся там же, только потом они начнут прислушиваться, а сначала вот есть такой минус, можно сказать, в лидерах теплого круга, и вот никогда не забуду эти дни, в Сочи на самом деле стали моей трансформацией, во-первых, у нас уже тогда был проект, вы сами видите, что в 2011 году я зарегистрировалась, в 2018 у нас уже проект вовсю шел, уже были у нас новые лидеры, новые опытные лидеры с других компаний, и получается, те, которые стремительно росли, которые просто выстрелили, и, конечно, я человек, который всегда учится на чужих ошибках, как я говорю, свои будут, но чужие ошибки лучше на чужих учиться, я соотнесла за и против, и вот эти три или четыре дня мы там были, я приехала совершенно другим человеком, совершенно, я начала по-другому относиться к бизнесу, к партнерам, к деньгам, к работе на офисе, даже совершенно по-другому начала строить какие-то взаимоотношения в семье, с родителями, с родственниками и так далее и тому подобное, и вот это я называю вторым днем рождения, то есть, сами посчитайте, семь лет мне понадобилось на то, чтобы закрыть звание старший директор, вы сами видите, так сейчас у нас просто выстреливают наши директора, поэтому я всегда люблю говорить про какие-то ошибки, потому что очень часто люди приходят вот только с потребительской ноткой, отдавать, такого понятия у них даже нет, потому что сама через это прошла, а только дай, 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 в итоге сами видите, к чему вот это приходит, если дай, но вопрос я всегда задаю тоже своим партнерам, я пришла в бизнес, мне было 25 лет, вы сейчас сами посчитайте, сколько вам лет, вы готовы семь лет идти до старшего директора, семь лет, я крупно сомневаюсь, что кто-то только будет ждать, поэтому еще раз повторюсь, не думайте прежними мыслями, а просто слушайте наставника, дублицируйте, потому что сетевой бизнес это только дублицирование и все у вас получится, поэтому я сама перестала пропускать все мероприятия, которые устраивала компания, вне зависимости где, раньше, да, был такой грешок, вот собрание, допустим, директоров посещало, а какие-то где-то обучения и так далее, можно, как говорится, прогулять, сейчас такого нет, собирают, значит, нужно, и в итоге люди начали видеть, я имею в виду мои партнеры, начали видеть мой рост, то, что я меняюсь, я начала меняться, они поняли, что если дальше будут вот так вот сидеть, останутся там же, и таким образом по чуть-чуть, по чуть-чуть, мои первые партнеры тоже начали ездить везде со мной, сейчас нас намного больше, но еще раз повторюсь, какой ты таких людей и притягиваешь, поэтому меняйтесь сразу, как только попадете в бизнес, тем более у нас есть мега крутой, шикарнейший женский клуб, и канал Логос, который ведет Оксана, раз в неделю собрание, ну вот это на Ютубе, это просто нечто. Дальше мы работали, когда собралась хорошая у нас компания в городе, и с листовками, и с промостойками, то есть мы не забывали старые методы, но могу сказать одно, что новые методы, работа в интернете, работа рекламой ничего не заменит. Старые методы – это хорошо, но это очень длинный путь, особенно если ты живешь в маленьком городе, где тебя все знают, где, особенно когда где-то что-то стыдишься, что на тебя там будут показывать пальцем и так далее и тому подобное, лучше закинуть денежку на рекламу, запустить рекламу и общаться в интернете. Это лучший вариант и больше приносит результат. Ну, так как, еще раз повторюсь, почти все мои лидеры со мной, а некоторые лидеры даже приезжают и из другого города, и из другой области. Мы проводим совместные праздники, мы празднуем вместе Новый год, мы ходим на фотосессии, мы поздравляем друг друга с днём рождения. Вот на первой фотографии, это мы праздновали мой день рождения в Фаберлик позапрошлом году, вот фотосессии, как вы видите. Поэтому, в принципе, развивать структуру в своем регионе – это очень хорошо, но просто вы должны уже сейчас определиться, какие люди вам нужны. По темпераменту, по взаимоотношению, по возрастной категории, по образованию – это тоже все есть в наших обучениях и не раз говорили. Вот фотосессии, мы едем на дни команды. Сначала муж меня стеснялся, а сейчас он тоже почти все время со мной. День команды «Ктос Белоруссии» раз в году. Оксана с вами нас приглашают к тебе на дачу, поэтому обязательно-обязательно приезжайте, не стесняйтесь. Нужно встречаться – это эмоции, которые заряжают, можно сказать, весь следующий год. Лето уже наступило, так что скоро, я думаю, опять будет День команды. Дальше, если до этого я всегда на все мероприятия, на форумы компании ездила одна, так вот в 2019 году, вот вы видите, в 2018 я одна была в Сочи, в 2019 году вот я такая заряженная, совершенно другая приехала, и вы сами видите, что со мной поехало два моих партнера в Москву и муж. Это, можно сказать, был первый мой успех, когда ты совершенно другая. И вот эти люди и стали мои активные партнеры, директора. У меня есть еще один директор, вы не поверите, она выросла сама по себе, я ее никогда в жизни не видела. Вот вы представьте, мы живем в маленькой Белоруссии, но у меня есть директор, которого я никогда в жизни не видела. Но у меня есть цель, и я думаю, она сбудется. Мы с Любой встретимся скоро, вот познакомимся. Но, еще раз повторюсь, вот эти поездки очень и очень сближают. Непридуманные истории тоже мы все посетили. Вот как-то нам в 2019 году повезло, у нас было очень много различных встреч. Прогулка по Москве, очень все круто. Зачем форум в Минске, вот такие одухотворенные. Мы приехали с Москвы, и вот я тоже была неимоверно рада, что мы привезли с тобой очень много партнеров. До этого почти на все мероприятия я ездила одна, ну и максимум некоторые ездили просто, как говорится, потусить. Но результата от этого не было. Да, некоторые партнеры, которые есть на этих фото, ну, можно сказать, ушли. Все через это проходят, партнеры какие-то уходят, какие-то приходят. Но здесь, как Оксана, помню, говорила, сетевой для всех, но не все для сетевого. Вот, поэтому я сейчас вот это себе даже каким-то как девизом поставила. То есть, с легкостью отпускаю людей. Поэтому сплочение команды, которые есть у нас. Я очень, во-первых, горда своей командой, как говорится, хотя нас пока и не сильно много, но мы в тельняшках. У нас очень дружная команда. Я думаю, вы видите, что наш бизнес-чат называется бизнес с позитивом. На самом деле у нас там нет негатива. Мы все всегда на позитиве, мы поддерживаем друг друга. Где есть дежурство. Ну, сами понимаете, у каждого есть свои чаты. Есть общие проектные чаты и есть, конечно, свои. Чтобы не было... Слово вылетело. Спама одного актера, когда один человек все на свете делает. Поэтому введено дежурство, что в какие-то определенные дни кто-то где-то пишет, потом точно так же второй человек, третий поддержали, где-то вопросик задали, чтобы вызвать какую-то беседу у других участников чата. И еще раз повторюсь, так как у меня огромная структура в моем городе, я в который раз убеждаюсь, что люди все читают. Они могут молчать в чатах. Но... Поэтому я сейчас всем своим девчонкам говорю, ни у кого ничего не спрашивайте, а просто добавляйте всех в чаты. Не нужно человеку, он сам выйдет. Но все все смотрят. Вот у меня сейчас много, допустим, на офисе новинок. Вот человек приходит, я там то-то показываю, то-то, то-то она. Я все смотрела. Я ваши видео смотрю. То есть люди смотрят. Они могут ничего не писать, но они все смотрят. Дальше обязательно есть ответственный где-то за что-то. Вот я тоже думаю, вы знаете, мы уже больше, наверное, чем полтора года в своей структуре проводим розыгрыши. Вот у нас есть ответственный, который делает картинку на розыгрыш. Дальше есть ответственный, который каждую неделю во все чаты напоминает про розыгрыш. Плюс напомнили про розыгрыш. Я тоже сразу вспоминаю, продублировала это в сообществе. Сразу кидаю. Дальше, ну, почти все мои девчонки в дизайнерском чате. И там какие шедевры, что у меня что-что, а вот креатива у меня нет. Я всегда говорю, что у меня даже на рисовании изо я никогда не успевала на уроке, потому что я знала, что я некрасиво рисую. И в итоге я с темой шла домой, и мне рисовала мама. Благо, изо у нас было только 3-го класса. Дальше. Что касается прокачка рекламы. Мы тоже в нашем чате прокачиваем друг друга. То есть вы знаете, что у нас есть проектные, но мы легко можем кинуть любой пост. И 1, 2, 3 человека, ну, как говорится, кто в сети, все время же люди не могут быть в сети, тоже сразу прокачали. Конечно, это поздравления со всеми праздниками, дни рождения. Вот, допустим, недавно наша Нина родила 6-го мальчика. Мы тоже ее, конечно, поздравляли. Как я уже говорила, празднование Нового года. Я очень хочу, чтобы мы встречались, конечно, чаще, но, сами понимаете, у каждого какие-то дела, проблемы, какие-то нюансики, что всем-всем-всем встретиться одновременно невозможно. Взаимоподдержка всегда и во всем. Где-то кто-то что-то написал. Вот вчера тоже у меня было интересное общение с одним консультантом. Я сразу скрин, все, мы с девчонками посмеялись. Конечно, планерки. Планерки я лично начала проводить, ну, вот где-то после Сочи. После Сочи я провела первый вебинар с трясущимися руками и ногами. И, получается, через некоторое время начались планерки. Сначала не на постоянной, поэтому еще раз говорю, не повторяйте моих ошибок. Не ждите вот там директора, когда вы начнете проводить планерки. Нет. Есть у вас два человека, уже проводить. 9% у вас, ничего страшного, уже проводите. Вы, в первую очередь, еще раз повторюсь, развиваете себя. А затем, когда вы уже будете на уровне директора, у вас все будет просто отлетать от зубов. Ну, и не могла это не написать, личный пример. То есть, если вы хотите, чтобы у вас был позитив везде, значит, вы сами позитивный человек. Если вы хотите, чтобы была дружеская атмосфера, значит, вы сами ведете эту дружескую атмосферу. Прокачка. Сами в первую очередь кого-то где-то прокачали. Поздравления с праздниками. Сами первые. Чтобы это все знать, значит, ваших партнеров у вас должны быть записаны с дни рождения. И сейчас, вот я недавно по семейным обстоятельствам уходила в небольшой отпуск. Я, девчонки, с гордостью могу сказать, я наговорила в чате, рассказала нюансы, сказала, что я временно буду отсутствовать. Чаты работали. Все делалось. То есть, здесь в чем суть. Что идет взаимоподдержка команды, и это на самом деле немалого стоит. И это все у меня стало, когда я начала думать в первую очередь о других, а не о себе. О том, чтобы у тебя росли лидеры. О том, чтобы у тебя была мега крутая команда, активная, позитивная. Да, вы сами видите, что кто-то уходит, кто-то приходит. Но ты будешь оставаться собой, и чем увереннее ты становишься, тем сильнее, тем сильнее люди к тебе приходят. И вот это мне когда-то сказал мой наставник, это был опять же период Сочи или после приезда, что тот результат, который у тебя есть сейчас, тебе принесли люди, которые есть у тебя в команде. Да, ты должна им быть благодарна, но больше того, что они тебе дали, они тебе дать не могут. Поэтому, если ты хочешь больше результатов, значит, ищи новых людей в команду, и тогда будут у тебя и новые люди, и новые звания, и новые успехи. И так и получилось. Поэтому можно сказать, вот через неделю у меня 10 лет в компании, круглая дата, первая, можно сказать. И вот я буквально недавно, вы все знаете, открыла звание серебряного директора и открыла звание золотого. Поэтому, девочки, это работает. Сильная команда и, главное, сплоченная. Это залог нашего успеха. На этом у меня все. Как ни странно, я вложилась в наши рамки. Спасибо всем, кто пришли. Запись будет, и, конечно, кину в час. Надо быть полезно. Спасибо.